Поговорим о методе Пиатроски, который включает в себя оценку компаний по 9 основным критериям. А уже исходя из полученных оценок, станет понятно, стоит ли компания вашего внимания или нет. Это достаточно интересный метод инвестирования, который я бы советовал взять на вооружение. Давайте обо всем по порядку, и чтобы полностью понять суть данного метода, это видео, конечно же, стоит досмотреть до конца. Метод придумал Джозеф Пиатроски, профессор бухгалтерского учета из Чикаго. В 2000 году он даже опубликовал исследование под названием «Стеймосной инвестирования. Использование финансовой информации для определения победителей и проигравших». Кстати, мы нашли эту 30-страничную статью в PDF-формате, и если вы желаете углубиться в этот метод и сделать небольшое домашнее задание, то милости просим в наш телеграм-канал. Суть метода основана на фундаментальном анализе, когда инвестор берет уже имеющиеся показатели бизнеса и, отталкиваясь от них, делает предположения о дальнейших перспективах компаний. В основе оценок лежат три ключевые категории – прибыльность, операционная эффективность бизнеса, финансовый баланс и ликвидность. Каждая из категорий содержит отдельные подкатегории, по каждой из которых инвестор выставляет оценку 0 или 1. На выходе по каждой из проверенных этим методом компаний мы получаем цифру от 0 до 9, где оценка до 4 означает, что мы определенно столкнулись со слабой компанией, цифра от 4 до 6 говорит нам о стабильном бизнесе, а оценку, начиная с 7 и выше, имеют только сильные и растущие компании. Джозеф Петровский провел бэктест данного метода и выяснил, что если покупать в лонг победителей и шортить неудачников на протяжении 20 лет, то с 1976 по 1996 год среднегодовая доходность у этого метода составляла бы 23% годовых. Давайте посмотрим на каждый критерий по отдельности. Итак, первая прибыльность. 1.1. Положительная чистая прибыль. Я думаю, здесь все понятно. Если у компании есть чистая прибыль, то мы даем ей 1 балл, если нет, то 0. Отмечу, что многие начинающие инвесторы путают выручку и прибыль. Выручка – это вся сумма, полученная с продаж товаров и услуг, а прибыль – это то, что осталось после того, как компания рассчиталась с сотрудниками, с налоговой, с поставщиками и прочее. Бывает, что мы видим растущую выручку, но прибыль может отсутствовать годами. К примеру, Амазон долгое время работали в минус. Тесла также увеличивала продажи автомобилей, но не зарабатывала, пока не вышла на определенные объемы, что позволило снизить себестоимость и выходить в плюс каждый квартал. 1.2. Положительная рентабельность активов в текущем году. Или же возврат на капитал, также это ROA. Краткий экскурс в то, что такое рентабельность и как она считается. К примеру, у нас есть компания стоимостью в 100 миллионов и прибылью 15 миллионов. И есть компания стоимостью 50 миллионов и прибылью 10 миллионов. Мы делим прибыль на активы компании и получаем в первом случае рентабельность 15%, а во втором – 20%. Разумеется, если прибыль есть, то и рентабельность будет положительной. За этот критерий также выставляется либо 0, либо 1. Если у компании не было прибыли в этом году, то оценка 0, если прибыль была – 1. 1.3. Увеличилась ли рентабельность в этом году? Здесь нам уже следует сравнить показатель ROA прошлого и этого года. Делается это просто. Делите прибыль прошлого года на активы прошлого года. И прибыль этого года на активы этого года. Затем сравнивайте результаты. Если рентабельность стала выше – это хороший знак. Получаем еще 1 балл. Если нет – получаем 0. 1.4. Денежный поток превышает чистую прибыль. В этом пункте нам следует сравнить чистую прибыль с денежным потоком. Еще он называется cash flow from operations. Если денежный поток больше чистой прибыли, то ставим единицу. Если меньше – ставим 0. Второе. Операционная эффективность бизнеса. 2.1. Изменение маржинальности. Если мы продаем товар за 100 долларов и зарабатываем с него 20, то это означает, что наша маржа 20%. В этом этапе нужно сравнивать маржинальность этого и прошлого года. Если маржинальность выросла, то это хороший знак – бизнес зарабатывает больше. Если нет, то ставим 0. 2.2. Коэффициент оборачиваемости активов. Немного сложный показатель, но на деле он высчитывается довольно просто. Нужно взять прибыль этого года и поделить на показатель total assets – активы компании. И то же самое сделать с прибылью и активами прошлого года. Если полученная цифра сегодня выше, значит, что компания все быстрее оборачивает свой капитал, и это дает ей плюс 1 балл. Если нет, то оставляем 0. Третье. Финансовый баланс и ликвидность. Следующая подкатегория – это отношение долгосрочной задолженности к активам. Настало время посмотреть на финансовый баланс компании. Важно, чтобы у компании не было больших долгов. Ведь мы с вами помним, что говорил Питер Линч о сильном балансе. Компания, у которой нет долгов, никогда не станет банкротом. На деле у большинства компаний есть краткосрочная и долгосрочная задолженность. Просто важно, чтобы эта задолженность не увеличивалась по отношению к активам стремительно. Поэтому Петровский решил оценивать отношение задолженности к активам этого года и сравнивать то же отношение к показателям прошлого года. В итоге, если активы растут, к примеру, а долг остается на том же месте – это хорошо. Если активы не растут, но долг уменьшился – это также благоприятно сказывается на финансовом балансе. Но если вдруг долг растет, и активы тоже растут? И здесь на помощь приходят отношения долга к активам, поэтому сразу можно понять, в какую сторону двигается финансовый баланс. Если баланс крепнет и полученные цифры в этом году выше, чем в предыдущем, то это единица. В противном случае – ноль. 3.2. Коэффициент текущей ликвидности. Здесь Петровский предлагает сравнить отношение активов к обязательствам этого и прошлых годов. Опять-таки, если отношение сегодня выше прошлогоднего, получаем 1 балл. Нет – получаем ноль. И последний пункт – это выпуск новых акций. Если компания проводит обратный выкуп акций, или как минимум не выпускает новые акции, то это уже хороший знак для акционеров, ведь с ростом компании их доля также будет расти. Если количество акций в обращении будет уменьшаться, как это происходит, когда компания делает байбэк, то, разумеется, мы как инвесторы от этого тоже только выигрываем. Если же в этом году количество акций в обращении стало больше, к примеру, компания выпустила новые акции, то это не здорово для держателей акций, доля которых уменьшилась пропорционально количеству новых выпущенных акций. Здесь также выставляем либо ноль, либо один. В целом, метод вполне оправдан. Более того, на сайте Guru Focus вы можете проверить зарубежные акции по этим критериям. Например, Apple имеет коэффициент 5 отростки равный 6, Tesla находится в более выигрышном положении с ее растущими показателями и имеет коэффициент 7, ну а у Netflix он находится на грани со слабыми компаниями и показывает 4. Разумеется, у любого метода есть свои плюсы и минусы, и выбирать, каким из них пользоваться, можете только вы. Как по мне, любой метод хорош до тех пор, пока он помогает тебе быть уверенным в своем выборе той или иной компании. Если вы уже определились с покупкой, но все еще сомневаетесь, а высокий коэффициент Пеатровский поможет вам сделать правильный выбор, то почему бы и нет? Единственное, я бы не усложнял так сильно и делал бы проверку не по 9 пунктам, а сократил бы их до 5. Это растущая прибыль, растущая маржа, растущее отношение активов к обязательствам, растущая рентабельность, ну и бонусом отсутствие выпуска новых акций. Что вы думаете об этом методе? Будете ли применять его в своей инфляционной жизни и как бы изменили его под свои параметры? Мне интересно будет узнать ваше мнение в комментариях, ведь все мы с вами постоянно учимся чему-то друг у друга. Например, про метод Пеатроски я как раз узнал из ваших комментариев. Богдан, спасибо тебе за наводку. Было интересно изучить этот метод. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok